Информационный портал Правометру начинает видеоконференции Октября 2020 года С великим удовольствием представляю наших постоянных участников Прежде всего это Игорь Степанов Член Ассоциации юристов России, врач-невролог Руководитель общественной организации пациентов-инвалидов-больных рассеянным склерозом Гефест Почему я особенно его рад видеть? Потому что месяца три его не было среди наших участников Игорь, добрый день! Добрый день, уважаемые коллеги Добрый день, уважаемые слушатели Рад всех видеть и слышать Сегодня наши участники представлены исключительно европейской частью Кроме меня Город Волгоград Юлия Севастьянова Кандидат юридических наук Наук обладает адвокатским статусом Юлия, доброе волгоградское утро! Здравствуйте! Южное теплое волгоградское утро Передаю вам наше тепло Надеюсь, вы почувствуете Надеюсь, что мы почувствуем Перехожу к тематике, к теме видеоконференции С удовольствием говоря о том, что она у нас 155-е с начала действия формата И всего лишь 17-е в этом году Были объективные трудности Рассматривать мы будем сегодня, как всегда, значимый, интересный, профессиональный такой вопрос А имеется ли основание говорить о том, что Верховный суд России установил ограничение в выборе платных медицинских услуг? Тема видеоконференции перед вашими глазами Что явилось поводом, информационным поводом для видеоконференции? О решении Верховного суда за 11 июня этого года И апелляционное определение И свеженький от 18 августа 2020 года Которые рассматривали административный иск гражданина О чем? Некий гражданин обратился, насколько я понял, в Санкт-Петербурге в сеть многопрофильных клиник Грантимед о проведении, достаточно банальные процедуры ФГДС Но клиника ему в проведении отказала Почему? Потому что нет направления Видимо, гражданину предложили представить направление Либо обратиться к врачу, чтобы он нашел медицинские показания И оформил направление в этой клинике Но это, судя по всему, дополнительная оплата Мы с вами, коллеги, знаем, что согласно приказам Здравой России 974 Н17 года При проведении эндоскопических исследований лечащий врач оформляет направление И само эндоскопическое исследование проводится исключительно на основании направления Данный гражданин обратился с административным иском в суд На пункты 11 и 14 приказа 974 Н Говоря о том, что данные пункты противоречат В тысячном постановлении о правилах предоставления платных медицинских услуг Согласно которым в пункте 10 медицинские услуги могут проводиться по просьбе потребителя В рамках отдельных консультаций или медицинских вмешательств Соответственно, что решил суд по первой инстанции? Рассмотрел административный иск и отказал удовлетворение исковых требований Гражданин оказался упертым и подал апелляционную жалобу В котором просил решение суда первой инстанции отменить и его требования удовлетворить Что же установил суд апелляционной инстанции? Да, есть основания о том, что потребитель имеет определенные права Но потребитель, кроме того, обладает статусом пациента На который распространяется 323 федеральный закон А согласно 323 федерального закона И что подставления правительства При оказании платных медицинских услуг Должны соблюдаться порядки оказания медицинской помощи То есть, что мы из этого имеем? Если грантимед проводит ФГДС без наличия направления То, по сути, нарушаются условия лицензированной медицинской деятельности Из 291-го постановления Мы имеем нарушение лицензионных требований За что вменяется административная ответственность По статье 14.1 Кодекса об административных правонарушениях Обращая внимание, что здесь речь об административной ответственности не шла Оспаривались в порядке оказания медицинской помощи В рамках противоречия с 1006-м постановлением Вот это небольшое выступление от меня Ну а для нас с вами, коллеги, основная тема обсуждения Вот есть судебный прецедент Можно ли говорить, что он включит определенные последствия Для медицинских организаций и для пациентов? Если да, то какие последствия и почему? Переходим к обсуждению Поскольку именно Юлия передала нам пламенный теплый привет из Волгограда Вот ей предоставим первое дать, даю слово Высказать свое мнение по поставленному вопросу Юлия, что может произойти после этого судебного прецедента? Ваше экспертное мнение Коллеги, я считаю, что если бы этого прецедента не было То его следовало бы изобрести Потому что, по большому счету, он демонстрирует некий тренд В рамках которого наш правопорядок, медицинское право Осмысляет то, как должны быть ограничены потребительские отношения В частности, закон о защите прав потребителей Применительно к медицинским отношениям У нас ведь, к сожалению, нет специализированного потребительского медицинского законодательства И поэтому, по большому счету, то, что называется на ходу методом проб и ошибок Мы с вами вот сейчас присутствуем при выработке вот этих вот ограничений И, собственно, вот этот административный иск и его результат показывают Что потребительская свобода и свобода экономической деятельности И принцип потребитель всегда прав Кто платит, тот и заказывает музыку Применительно к медицинским трендам Такие принципы не проходят И, по моему мнению, конечно, Верховный суд достаточно детально проанализировал Сложившиеся правоотношения То, что он не удовлетворил требования пациента В первую очередь обусловлено СМИ пациент Верховный суд сказал, что уносит инвазивных А, следовательно, пациент не может сам решать Какая процедура ему будет полезна Необходима, даже если он платит за это деньги Поэтому, с точки зрения формирования тренда в доске Я думаю, что это дело одно из многочисленных Которые, скорее всего, споры мы увидим в ближайшем будущем Ну и, собственно, это дело по ходу потребителя Не является безграничной То есть она, соответственно, имеет рамки медицинского законодательства И вот эту специфику как раз-таки и вывел Верховный суд Игорь, услышали кандидаты юридических наук Ваше мнение Последствия судебного прецедента для медицины и пациентов Ну, я думаю, что действительно Что касается оценки данных положений правил Они не противоречат ни федеральному законодательству И направлены в интересах пациента Это, безусловно, так Но вопрос ведь в том, что мы сейчас касаемся и гражданскоправовых отношений В плане закона о защите прав потребителя Ведь, по сути дела, мы часто видим Идем в медицинский центр Проводит консультации специалистов Там невролога, терапевта, хирурга И также написано перечень медицинских услуг дополнительных Фиброгорцископия, МРТ головного мозга Тренинография головного мозга С точки зрения гражданского права Скорее всего, это будет публичная оферта А не исполнение публичной оферты Если вот так вот смотреть То есть любой обратившийся Вывешенные услуги Пациент обращается Они должны быть выполнены Если бы это не касалось медицинской деятельности Естественно, специфика медицинской деятельности такова Что пациент не просто потребитель А он пациент То есть человек, обратившийся к медицинской помощью И его безопасность Она как раз регулируется следующими правилами И следующими законами, которые мы разбираем 323-й федеральный закон в частности Поэтому в этой ситуации идет как бы ограничение В любом случае идет вроде бы как бы С точки зрения гражданского правового оборота И пациента как потребителя Вроде бы как идет ограничение его права На осуществление медицинских услуг То есть приобретение медицинских услуг Которые в общем-то написаны в перечне Поскольку если мы читаем дословно Что медицинская услуга имеет самостоятельное значение Если человеку, допустим, нужно сделать Сингенограмму легких Его будут спрашивать направления Где-то спросят, а где-то нет И так же и в медицинских центрах Где-то спросят, а где-то нет И поэтому встает вопрос Спрашивать направления Это право медицинской организации Или обязанность? Или право и обязанность? Формально, вот исходя из того положения На которое ссылается Решение Верховного Суда Что это и является и правом И обязанностью медицинской организации Почему? Потому что В данном случае Что написано в решении Верховного Суда То, что это как бы Не обременяет пациента А накладывает на доктора На медицинскую организацию, по сути дела Определенную обязанность Писать направление или запись В журнале назначений Если это касается стациональной помощи Будут ли выполнять это Медицинские организации? Ну, я думаю Сама медицинская организация Которая оказывает платные услуги Она заинтересована в прибыли Каким-то образом она будет урегулировать это То есть, может быть Эндоскопист Который не определяет показания Как написано в правилах Оказания эндоскопического услуги Может быть, он будет иметь образование Еще дополнительного гастронтеролога И тогда он может уже писать назначение То есть, выполнять функцию лечащего врача Определяя, так сказать, или подозревая диагноз Это расширение его полномочий То есть, в одной услуге будут Две услуги, по сути дела, соединены То есть, вот это выход Для медицинской организации Как, в общем-то, не потерять клиента И получить деньги Потому что это все-таки Коммерческая организация, прежде всего А для проверяющих органов Естественно, так сказать, если нарушены Лицензионные требования В плане выполнения правил То это, как бы, основание Для определенных санкций По отношению к медицинской организации Опять же, кто будет проверять? Скорее всего, так сказать Росздравнадзор Хотя, если мы посмотрим Критерии качества 203-й федеральный закон Там описана, прежде всего Проверка медицинской документации То есть, если пациент приходит в медицинский центр На него должна заводиться Медицинская амбулаторная карта Где будут все осмотры Обоснования назначений И правильность введения Медицинской документации В частности То есть, по отдельным услугам Там только информированное согласие То есть, я думаю, что В общем-то Для проверяющих органов Это будет Хороший повод Еще раз проверить И если надо Применить санкции К медицинской организации Мое мнение такое Благодарю, Игорь Благодарю, Игорь Что я могу Дополнить, коллеги К вашему мнению Административную практику Росздравнадзора По 14.1 КОАПа России Отслеживаю регулярно Ни разу мне не встречалось Чтобы медицинской организации Вменялось нарушение порядка Оказания медицинской помощи По соответствующему профилю При отсутствии направления Я полагаю, что в Росздравнадзоре Сидят достаточно грамотно Профессионально подготовленные люди И о этом судебном прецеденте Они однозначно узнают И если на ближайших проверках Росздравнадзора Будет исследована Медицинская документация В которой нет направлений На проведение эндоскопических Ультразвуковых Рентгенологических исследований То пойдет новая Административная практика Привлечения к административной ответственности За нарушение лицензионных требований Вот пока данной административной практики нет Я полагаю, что медицинские организации Как сказал Игорь и Юлия Заточенные на извлечение прибыли Могут направлений не требовать Как только первые штрафы Будут выписывать, соответственно Придется медицинским организациям Частная форма собственности Требовать направления Для этого будут пациента Заворачивать в поликлинику По месту жительства Для получения бесплатного направления Либо здесь рядышком Еще есть платная услуга Гастроэнтеролога Стоимость 800 рублей Пройдите у него обследование Если он выявит медицинские показания По каким-то клиническим признакам Тогда мы вас допустим к ФГДС То есть будет увеличение стоимости услуги Ну а то, что позиция Верховного суда верная Нами не оспаривается 323-й федеральный закон Имеет верховенство по сравнению С остальными законами Вот такая моя позиция Мое мнение Кратко, есть ли дополнение у Юлии? Я с вами полностью согласна Приятно Игорь? Тоже согласен Полностью Дождемся определенного промежутка времени Коллеги Я не исключаю, что к этой тематике Мы еще вернемся Потому что наше мнение одно А критерии Это все-таки судебная практика Спасибо за участие В первой видеоконференции Октября 2020 года До свидания И до встречи В нашем интересном формате До свидания До новых встреч Спасибо большое За приглашение на конференцию Надеюсь, что в ближайшее время Мы продолжим наше Клуботворное интернет-сотрудничество Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»